Всем привет! В этом видео продолжу сборку багги. Перед этим, как и обещал, проверю подвеску багги на прочность. Скину её с высоты на 4 колеса. В этой серии хотел уже пробовать устанавливать коробку передач от 41 москвича, которую купил с рук на авито, как и в принципе все запчасти для багги. Но к ней ещё нужны привода, которых оказалось нет в моём городе. Даже в магазине, где цена на один привод может быть больше 5000 рублей. Решил поискать их по России и воспользоваться авито-доставкой. Нашёл подходящий мне товар. Продавец при размещении объявления поставил галочку, что он может отправить товар авито-доставкой. В объявлении появилась ещё одна кнопка, нажав на которую появляется карта с пунктами выдачи. В них ещё можно проверить посылку, если что-то не понравится или товар сломан, вернуть его продавцу. Далее идёт оформление заказа и оплата. Денежные средства не переводятся сразу продавцу, а резервируются на карте, и в случае неудачной сделки возвращаются на карту. Денежные средства переводятся продавцу только после получения и проверки товара. После резервирования средств продавцу придёт автоматическое уведомление. Но можно ещё написать ему и спросить, когда он сможет отправить товар. Теперь остаётся немного подождать, а пока, как и обещал ранее, проверю подвеску на прочность. Поднял багги примерно на высоту около метра над полом. Выше не позволяет потолок. Механизм расцепления у меня не получился, и я придумал простой способ – с проволокой и болторезом. За всё время теста к передней подвеске не было никаких вопросов. Она выдержала все нагрузки. В ходе теста мне не понравилась жёсткость задней подвески. После приземления она не возвращается в своё первоначальное положение. После трёх приземлений возникла проблема – у багги потекла правая стойка. При четвёртом приземлении разобрался ступичный подшипник. Ничего страшного, просто забыл прикрутить ступичную гайку. Самое время заменить подшипники, тем более уже давно куплены новые. Снял кулак с рычага, убрал стопорные кольца и выпрессовал старый подшипник. Взял новый подшипник и запрессовал его на своё место. Далее сбил муфту со ступицы, перед этим сделал на ней надпил. Осталось только вставить ступицу в новый подшипник. Перед установкой отремонтированного кулака нужно проверить потёкший амортизатор. Разобрал стойку и понял, что амортизатор потёк из-за того, что не был установлен ограничитель. Шток уходил в корпус амортизатора, отсюда и масляные подтёки. На левой стойке он был установлен, и с ней, как видно, всё в порядке. Я всё-таки решил сделать заднюю подвеску жёстче и купил газовые амортизаторы. Купил новые пружины, старые были взяты с разборки, и они были сильно просевшие. Ещё есть теория, что они не с восьмой модели ВАЗ. Срезал шток чашки, чтобы ещё сильнее поджать пружины. После доработок собрал стойку и установил её на багги. Также установил отремонтированный кулак и колесо. Всё то же самое проделал и с левой стороной. Снова поднял багги и проверил подвеску после доработок. Подвеска стала жёстче, и багги возвращаются в своё первоначальное положение. Теперь подвеска полностью подготовлена к новому весу трансмиссии. И ещё не нужно забывать, что над двигателем находится пассажирское кресло. После всех доработок, наконец-то перешёл к тормозной системе и педалям. Из-за нехватки места выбрал напольную систему педального узла. Для него сделал площадку, на которой будет находиться две педали – газ и тормоз. Сел в багги и примерно прикинул расположение педалей под свою ногу. Сделал отметины на раме – будущие места крепления педалей. Из полосы сделал уши, в которых будет проходить ось педалей. Для муфты взял удлинённую гайку. Она будет работать в качестве подшипника скольжения. Собрал все детали вместе. Важно оставить небольшое расстояние для свободного хода удлинённой гайки. В собранном виде приварил узел к пластине. Для педалей буду использовать профильную трубу – 20х20. Приварил её на удлинённую гайку. Предварительно на торце сделал паз. Накладки на педали сделаю позже, после полного подключения педального узла. Сначала буду подключать педаль газа. Просвелил ей несколько отверстий. Они нужны для регулировки усилия. Вдел шпильку в центральное отверстие. На неё будет надето кольцо тросика. Для продолжения работы нужно приварить педальный узел к раме. Взял два тросика газа по 170 сантиметров каждый. Один конец троса надел на шпильку педали газа. Его нужно закрепить на раме. Для этого сделал крепление из уголка. Просверлил в нём отверстие и сделал пропил для тросика. Другой конец троса протянул по раме и соединил его со вторым тросом газа. Вместе соединение двух концов сделал крепление к раме. Есть специальный соединитель троса, но мне неохота было за ним ехать. И я сделал свой, из болта, в котором прострелил отверстие. Конец второго троса соединил с двигателем, на котором для него уже было место крепления. Пока так, временно разложил трос на раме, так как двигатель ещё будет менять своё расположение. И нет смысла окончательно крепить трос к раме. После успешной проверки перешёл к тормозной системе. Для неё купил главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2101. Примерно прикинул его дальнейшее расположение и начал делать для него кронштейн. Он будет сделан из пластины, в ней коронкой сделал отверстие. Приложил сверху цилиндр и разметил места крепления. Закрепил цилиндр на пластине и приварил кронштейн за педалью. Для соединения педалей цилиндра сделал вилку из согнутой пластины и 8-миллиметрового прута. Закрепил скобу на педали тормоза и вдел в неё шпильку, сделанную из прута, которую после подгонки приварил к скобе. Чтобы цилиндр при нажатии не отклонялся, сделал упор для пластины. Приварил трубу и соединил её с пластиной косынками. Теперь тормозной цилиндр надёжно закреплён за педалью. Пока будет тормозить только задняя ось. В дальнейшем соединю и переднюю ось с тормозным цилиндром. После работы над педалями прикрутил к задним колёсам суппорта. Через медные шайбы прикрутил к суппортам тормозные шланги. Соединять суппорта и тормозной цилиндр буду с помощью тормозных трубок. Взял магистральную трубку от ВАЗ-2108, проложил её парами и вкрутил штуцер в цилиндр. Пока нет передних суппортов, заглушил передний контур тормозной трубкой. Магистраль через тройник подключил к задним суппортам. Пока не стал крепить трубки, оставил их в подвешенном состоянии. После установки коробки определю им своё место. К раме прикрутил бачок для тормозной жидкости. Соединил его с помощью трубок с тормозным цилиндром. Залил тормозную жидкость и стал прокачивать тормоза. Выгонять воздух из тормозных трубок. Для этого на суппортах есть специальные штуцера. После нескольких нажатий педаль остаётся в нажатом положении. Открывается штуцер и воздух выходит наружу. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы. Поставил колёса на место и проверил тормоза на весу. Наконец-то баги имеет полноценные органы управления. И на ней можно ездить внутри кабины. Жаль, что прицеп для баги не доделан. Так бы можно было вывезти её за город и полноценно покататься. Но всё равно я поездил по мастерской и проверил органы управления. В следующей серии мне уже придут привода. И я буду устанавливать 5-ступенчатую коробку передач через переходную плиту. Видео выйдет скорее всего в конце этого месяца. А пока всем спасибо за ваши лайки и комментарии. Они очень помогают и мотивируют продолжать работу над баги. Ещё раз всем большое спасибо. Увидимся в следующей части. Субтитры подогнал «Симон»!